Особое мнение на 101FM И это действительно особое мнение. Меня зовут Светлана Занько, но не мое особое мнение. Мы сегодня будем слушать, а будем слушать особое мнение Романа Титова. Здравствуйте, приветствую вас в этот ужасный, сырой, промозглый, холодный день. И надеюсь на то, что всех нас в ближайшее время будет ждать включения отопления в наших жилых домах, потому что уже становится немножко невыносимо. Кто не знает, вдруг такое есть. Роман Титов, руководитель медиахолдинга «Вят.Инфо», наш постоянный и любимый гость. Снова здравствуйте. Что хочу сказать. Ну вот сейчас прошла пресс-конференция в пресс-центре правительства области, на которой присутствовал заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Матвеев, руководитель региональной службы по тарифам Наталья Витальевна Беляева, глава администрации города Дмитрий Николаевич Драный. И было объявлено о стоимости проезда теперь в автобусах и троллейбусах. 16 рублей будет стоить проезд в автобусе, 15 рублей в троллейбусе. Это, видимо, для обычных граждан. Про льготников мы сейчас не говорим, но вот только что закончился дневной разворот, и нам звонили слушатели. Мы такой своеобразный аукцион провели. Кто сколько даст, сколько будет стоить проезд, и хотят ли люди повышения или нет. Не было ни одного звонка, который был с возмущенным мнением каким-то, и с предложением, наоборот, понизить тарифы. Люди предлагали и 17, и 18, и даже 20 рублей, говоря о том, что осознают, что повышаются цены на все, и на запчасти, и на бензин, и так далее. Ну, плюс целевая аудитория Эхо Москвы – это все же люди, которые предпочитают путешествовать автомобилем, я думаю. Да, да. В значительной мере. Но, тем не менее, решали, решали, и вот, наконец-то, решали. Ты, вот, когда все это обсуждалось, еще накануне, и целую неделю об этом очень многие говорят, вот, Ян Чеботарев, наш постоянный спикер, он сказал, что нынешняя политика органов государственной власти Кировской области приводит к уничтожению общественного транспорта в Кирове, тарифу тоже он имел в виду. Я читал вот этот вот большой, развернутый, детальный, с цифрами, фактами пост Яна Евгеньевича, и, ну, не оставляет мою душу некоторое сомнение, а поясню, почему мы про этот пост говорим, потому что Ян Евгеньевич заканчивал свой пост, скажем так, обоснованием необходимости вообще, там, до предела, до экономически обоснованного тарифа повысить действующие ставки, потому что иначе автоперевозчики не смогут обновлять свои фонды, они не смогут работать. Ну, и там были некоторые дельные предложения, о которых еще ранее говорил Драный, то есть это создание неких там маршрутов не длинных, которые сейчас есть, а их укорачивание, к примеру, там, от из Нововятска до Театральной площади, а от Театральной площади там до другого района, дескать, эти вот маршруты будут более эффективны. Давайте вспомним, предположим точнее, что Ян Евгеньевич в недавней скандальной ситуации с делом кондуктора, выкинувший мальчика из автобуса, он все же действовал на стороне автотранспортного предприятия, защищал их интересы. Суд принял соответствующее решение, к сожалению или к счастью, там, для АТП не в пользу этого предприятия. Я думаю, что Ян Евгеньевич несколько более глубоко после этого погрузился в тему транспортников, выражает их позицию. Понятное дело, позиция любого транспортного предприятия, это позиция официальная, там, и задекларированная в том числе в годовых отчетах, это то, что тарифы надо повышать. Нет, но разве экономически обоснованная цена, ее внедрение, ее применение, это неправильно? Это неправильно, потому что органы местной власти, местного самоправления и органы государственной власти, они должны помимо чисто экономических интересов дочерних предприятий, все же руководствоваться и действием некой социальной целесообразности. То есть мы с вами наблюдаем, что, к примеру, из-за постепенного повышения цен на пригородные перевозки был определенный период, когда садоводческие товарищества, где раньше основной контингент составляли пенсионеры, ну, они просто обезлюдили. Сегодня прошло замещение контингента, потому что проезд, к примеру, от города Кирова до дачи, где живут мои родители в летний период, он составляет порядка 70-80 рублей. В день и того, там, на семью из двоих человек это 320 рублей, 330 рублей. И для того, что, понимаете, после этого смысл всех вот этих вот выращенных овощей на грядках, он становится равным нулю. И органы местной власти, они не имеют права, на мой взгляд. Более того, я думаю, что нигде и не делается так, чтобы эти тарифы были по верхней планке. Потому что есть еще определенная бесконтрольность в деятельности автотранспортных предприятий. Эти тарифы будут расти, 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 расти. В конце концов, это и приведет к коллапсу автоперевозок. Потому что кто будет ездить, если это будет стоить дорого? Старички и старушки будут ковылять там из последних сил, потому что у них не будет денег на то, чтобы оплатить этот экономически обоснованный тариф. Уж не знаю, сколько он будет составлять. Поэтому говорить о том, что давайте вот мы отпустим там цены. Слушайте, мы уже отпустили там цены на ЖКХ, отменили льготы. Ну, надо несколько разумнее подходить вот к этой позиции. И, во всяком случае, я эту разумность вижу в постепенном повышении. Понимаем, что повышаются цены на топливо, понимаем, что растет стоимость металла, соответственно, растет стоимость автобуса. Давайте обратимся и к неким внутренним резервам. Каким, например? При нашем-то бюджете. Я говорю совершенно не о бюджетных резервах, я говорю о резервах, которые есть у тех же самых автотранспортных предприятий. Только что у нас был представитель автотранспортного предприятия, многие из которых разорились в этом году, перестали существовать. И он говорит, что, ну хорошо, ребята, пускай это будет 16 рублей, да, пускай это будет 17 рублей. Мы сможем вас перевозить, но не сможем обновлять парк автотранспортного предприятия. И это тоже будет вызывать нарекания. На этих стареньких автобусах ездить. Вопрос оптимизации, потому что, если уж говорить там конкретно, я не поленился и готовить к передаче. Вот передо мной лежит два листочка из годовых отчетов одного из крупных автотранспортных предприятий нашего города, ну, из самых системных перевозчиков за 2012 и за 2011 год. И, ну, помимо того, что, конечно, каждый год в качестве повышения, в качестве самой эффективной меры улучшить состояние этого хозяйственного общества является повышение тарифов, это везде написано. Там есть такой раздел перспективы развития общества. Реформирование путем совершенствования управления, сокращение внутренних издержек, повышение конкурентоспособности уровня обслуживания пассажиров, совершенствование маршрутной сети, обслуженной обществом путем обследования пассажиропотока, изучения мнений и предложений пассажиров. Ну, то есть речь идет о том, что они каждый год, 2011 год, 2012 год, собираются провести некие исследования, урегулировать маршрутную сетку, сократить маршруты, которые движутся параллельно и перевозят пассажиров, вытягивая их друг из-под друга, оптимизировать внутренние затраты какие-то. Ну, извините, вот этот раздел в 2011-2012 году сделан абсолютно под копилку. Вот просто с точностью до запятой. Так оптимизировали или нет? Два года прошло с момента, там, с 2011 года. И ведь надо понимать, что вот эта неоптимизация, она в том числе и завязана в существующий тариф. Ну, кроме того, знаете, вот тут довелось почитать высказывания городской власти, дескать, вот у нас повышением занимается региональный служб по тарифам, областное правительство, а мы вот тут как бы ни при чем. Давайте без лукавства, то есть учредителем в самых крупных городских транспортных предприятиях является там на 100% городская администрация, а в советах директоров находятся поставленные сотрудники городской администрации, которые могут влиять на решения, принимаемые вот этими дочерними обществами. И именно эти автотранспортные предприятия, они обращаются в региональную службу по тарифам с просьбой поднять тариф на какой-то уровень. Поэтому говорить о том, что город здесь ни при чем, а это все происки РСТ, ну, неправильно. РСТ занимается регулированием в существующем экономическом коридоре. Я считаю, что резервы для оптимизации есть, и для того, чтобы эта оптимизация маршрутов, которая не должна отразиться на удобствах для пассажиров, но и отразилась бы на экономических показателях, эти резервы есть. Эти резервы из года в год обозначаются этими автотранспортными предприятиями, как вот мы это сделаем, у нас все будет хорошо, но почему-то не происходит. Вот тоже, кстати, интересно. Вижу в 2011 году, по мнению Совета директоров, в том числе с участием чиновников, эффективной мерой по увеличению активов, например, являлась введение электронных проездных. Вот всей этой системы. Ну, электронные проездные мы ввели, все ими пользуются так или иначе, основная масса на них перешла. Вопрос в том, это была эффективная мера для снижения стоимости проезда, или, как сегодня мы слышим от переводчиков, для них это были дополнительные затраты. Ребята, вы отвечаете за свою хозяйственную деятельность или нет? Сами придумали, сами потом размножаются. Конечно. И когда у предприятия в одном году прибыль, пусть и небольшая, а в другом году убытки, ну, давайте разбираться, откуда они взялись. И правомерно ли полностью взваливать всю вину на растущие цены на дистопливо и на, скажем так, на обновление подвижного состава. Сразу после особого мнения Романа Титова, который сейчас вы выслушиваете, в два часа будет программа, которую ведет мой коллега Владимир Сметанин. Там в числе гостей будет как раз Ян Евгеньевич Чеботарев. Он будет снова говорить на эту тему. Напоминаю, что вот только что, несколько минут назад, объявили уже, РСЦ приняло решение о том, что проезд на автобусе будет стоить 16 рублей, троллейбус 15 рублей. Судя по звонкам наших слушателей в дневном развороте, людей это не расстраивает. Кстати, еще интересный момент. То есть, насколько я знаю, в ряде районов области, усилиями как раз областного правительства, была достигнута договоренность о более мягком, щадящем, не до 16 рублей, а до более низкой ставки повышения тарифов на проезд, учитывая социально-экономическое положение этих районов. Но, насколько я вижу по результатам, потому что, говорится, вероятнее, все с Кировом такой договоренности достичь не удалось. То есть, здесь областное правительство пытается смягчить вот эту ситуацию, скажем так, привязать некий парашют социальный, для того, чтобы повышение не было ударом по карманам. Понятно. Переходим к следующему вопросу. Генерал Сергей Солодовников 25 сентября в среду выступит перед депутатами ОЗС, и, как известно, Сергей Александрович просто так на заседание ОЗС не ходит. И по бумажке для галочки текст не читает. Нам ничего не мешает с тобой предположить, что он будет говорить депутатам ОЗС. И как ты считаешь, с чем он идет, почему он идет, и какой эффект своим появлением на ОЗС он вызовет? Ну, начнем с эффекта. То есть, Сергей Александрович, мы с ним достаточно неплохо знакомы. Буквально на прошлой неделе у нас была беседа, которая должна была длиться 20 минут, в итоге там более часа было общение. Сергей Александрович везде, где появляется, производит эффект взрывающейся бомбы. Потому что этот человек, информационная бомба, он всегда появляется с жесткой, правильной, правомерной, интересной критикой окружающей ситуации. То есть, этот человек ньюсмейкер года, я думаю, и все с этим согласятся. Самая большая ирония, на мой взгляд, состоит в том, что... Ну, во-первых, это плановое выступление. То есть, он как начальник ОМВД по Кировской области ежегодно отчитывается о своей деятельности. Но ироничность состоит в том, что в этом году Сергей Александрович будет отчитываться о своей деятельности перед законодательным собранием. И, по меньшей мере, два кресла в ЗАГС собрании будут пустовать. Два депутата находятся на настоящий момент под следствием. Меру их вины определит суд. Там материалы следствия уже переданы на ознакомление. И я просто настоятельно бы советовал всем заинтересованным лицам, то есть, следить за ходом этого ЗАГС собрания. То, что будут сюрпризы, и то, что аналитическая записка о состоянии дел в ОМВД, которое появилось на сайте ОМВД по Кировской области на прошлой неделе, некоторые СМИ даже написали, стал известен доклад Сергея Солодовникова. И там нету никакой критики, там только цифры. Вот смею вас заверить. Эта записка – это всего лишь материал для подготовки выступления, а не само выступление. Я думаю, будут сюрпризы, и можно ожидать диалога. То есть, диалог со стороны депутатов может... Серьезно? Ты думаешь, возможен диалог на ОЗС со стороны депутатов и Сергея Солодовникова? Я думаю, что будут вопросы со стороны депутатских групп. Кто осмелится, скажи мне, в данной ситуации? Подождите, Сергей Александрович, это не какой-то там тиран, которому боятся дать вопросы. Вот недавно Андрей Альбертович Маури, к примеру, выступил открыто, и Николай Михайлович Липатников выступили там с вопросами, с обращением по поводу задержания Олега Юрьевича. А выступали в присутствии генерала Солодовникова? Я думаю, что вопросы со стороны депутатов, входящих в состав депутатских групп, куда входили там Лузянин, куда входил Березин, они могут быть. Но смею заверить, что у Сергея Александровича найдутся ответы на эти вопросы. То есть, после короткой паузы он точно и метко всегда ответит. Я думаю, будут сюрпризы, будет интересно. Это безусловно. Давай свяжем это с еще одним моим вопросом, который я тебе спланировала задать. В текущем номере газеты «Бизнес-новости» главный редактор газеты Олег Прохоренко в своей авторской колонке отметил, что обычно общительные, я цитирую, независимые предприниматели вдруг стали отказываться от интервью. Причина отказа. Сейчас не время выпячивать себя. Или не хотим к себе лишнего внимания. Олег отмечает, что это стало происходить именно в последнее время. И сделает вывод, что в стране крайне усилилось давление на бизнес со стороны контролирующих органов в целом. Конечно, он имеет в виду последние дела, что касается региона, которые были заведены на лица, которых ты уже упомянул. Лузянин и Березин. И не только. И не только. Поэтому я тебя спросила, неужели ты считаешь, что в данной ситуации НОЗС кто-то будет задавать вопросы Солодовникову, и кто это может быть, и какие могут быть вопросы. Но и вообще, насколько я понимаю, ты не согласен с выводами Прохоренко. Я не согласен с выводами Прохоренко. Точнее, нет. Я соглашусь, что может быть причина того, что люди... Ну, некая поясностная причина в том, что люди сползают с темы, она состоит в том, что люди опасаются. Но ведь вопрос в том, почему опасаются. То есть, если у тебя нету никакого камня за пазухой, если у тебя нет скелета в шкафу, ну, чего тебе опасаться-то, собственно говоря. Ты выступай и говори отдельно в своем предприятии. Если у тебя есть скелет в шкафу, ну, возможно, тогда это повод лечь на дно. Но мы с вами увидели, и вчера, кстати, или во вторник, когда была передача с Натальей Осиповой, уважаемой, я не во всем согласен с ее выводами, точнее, с ее неким эмоциональным высказыванием на тему того, что вот, ну, как же так? То есть, даже Единая Россия, там, членами которой были вышеупомянуты депутаты, она не дает защиты. Мне хочется сказать, что ситуация изменилась. На сегодняшний день близость к органам власти, к партиям, она не дает защиты. Более того, то, что когда-то там, неприкасавыми считались люди, входящие, ну, вот, вот этот вот ореол влияния власти, эти времена прошли. То есть, мы как раз с Сергеем Александровичем на прошлой неделе об этом говорили. У него была очень интересная такая метафора была. Он сказал, вы понимаете, у нас этих вот уголовных дел, они идут одно за одним, не потому, что вот мы прям проводим зачистку, а потому, что Кировская область на протяжении 15-20 лет находилась как будто бы в облаке, которая защищала ее от пристального внимания федеральную власть, у которой было много других дел. Поэтому произошел раздел области между какими-то группами, там, на это никто не обратил внимания. Там, члены каких-то партий там пытались прикрыться этими партийными значками, но сегодня этого нет. Потому что есть человек, у которого есть политическое мужество эти решения проводить. Что, как он сказал, вдумать до Солдовникова никто не знал про то, что там происходит, что-то не так знали, молчали, боялись. Сегодня там есть политическая воля и есть реализация тех дел, ситуаций, которые как бы за этот период накопились. Это не давление на бизнес, это некая, понимаете, это критическая масса, которая накопилась там, и нашелся человек, который взял и проткнул вот этот шар. Не нашелся, его назначили. Я думаю, что региону повезло, скажем так, потому что это развитие. Там, 90-е годы, они не могут быть вечными, при всем уважении. Вашей вот этой приватной беседе с генералом Солдовниковым не было озвучено, на какой стадии сейчас находится вот это рассеивание облаков? То есть, каково еще поле работы? Оно уже к какой-то заключительной стадии подходит? Или еще только в самом разгаре? Мы впрямую не обсуждали этот вопрос, но Сергей Александрович сказал, что будут новые интересные дела. Будут посадки? Нет. То есть, надо понимать четко, и, к сожалению, там не все это понимают, нас меру пресечения и меру наказания выбирает суд. У МВД проводит следственные мероприятия совместно с другими органами, готовит, передает материал в суд. Суд оценивает доказательную базу, суд оценивает доводы сторон, суд принимает решение. Вот будут, не будут посадки, это, извините, не в ведении УМВД находится абсолютно. Там это решение суда. Я понимаю, что сейчас, наверное, некорректно задавать тебе этот вопрос, но, тем не менее, он будет последним. Если не захочешь, не отвечай. Задавал ли ты такой вопрос Сергею Солодовникову, когда он сюда был назначен на службу, он себе представлял, с чем он здесь столкнется? То есть, какой ворох проблем, какое количество дел придется завести? Или нет? Мы не обсуждали вот конкретно этот вопрос, но, насколько я знаю, там биографию, и это можно легко найти, там ролики на Ютьюбе какие-то. То есть, и на предыдущих местах работы Сергей Александрович был вот таким же энергичным человеком, и ему не впервые разгребать аргию и конюшень, насколько я представляю. Хорошо, тогда твое мнение. Ты считаешь, что все эти дела, ты сейчас только что сказал, что на пользу Кировской области. Если противоположное мнение у бизнесменов, которые подписали письмо, обращенное к бизнес-омбудсмену России, у них-то как раз мнение, что наоборот, вот эти посадки, вот такие меры пресечения, такие действия со стороны контролирующих органов, оно разрушает крупный и средний бизнес на ветках. Я считаю, что это излишняя попытка придать политическую окраску событиям, которые политической окраски не имеют. Потому что... Ну какая политическая окраска? Мы говорим о бизнесе. Давайте не будем... Ну, у нас бизнес и политика очень тесно срослись. И вот давайте не будем выдергивать наиболее яркие фигуры, давайте смотреть вообще на весь фон. К примеру, там возбуждены уголовные дела по комбинату детского питания, по гороэлектросети, по другим предприятиям, которые, извините, к политике, к крупным бизнесменам не имеют никакого отношения. И я понимаю, это на самом деле мужественная и достойная уважения позиция предпринимателей Кировских, скажем так, попытаться высказать свое мнение по поводу задержания своего товарища, соратника, близкого друга. Но, к сожалению, эта позиция почему-то выражается только по отношению к крупному бизнесу. У нас вообще вся инфраструктура поддержки, защиты прав предпринимателей, она сводится к защите прав среднего и крупного бизнеса. Потому что, когда ларечникам наступали на горло, хотя я сам считаю, что формальное отчаяние городской среды от ларьков идет на благо, но им наступали на горло, только Валерий Николаевич Туруло, который не входит, извините, в организацию по защите предпринимателей, он выступил, вышел на защиту. Никто из больших тузов не высказался в поддержку вот того самого низового пласта бизнеса, который закрывает ЧПшки, который стонет под гнетом налогов. Никто не вышел, никто не сказал. И это тревожно, потому что, на мой взгляд, поддержка бизнесу должна быть. Вот если вы ассоциации предпринимателей, вы должны поддерживать всех предпринимателей, а не только тех людей, с которыми вы близко знакомы и за руку здороваетесь. То есть, ты считаешь, что это было со стороны предпринимателей, подписавших письмо, понятный совершенно оправданный поступок? Мужественный поступок. Мужественный поступок. Но он не возымеет никакого действия. Вот, с другой стороны, ты не сказал. Это вообще имело смысл писать это письмо? Вообще осмысленный это был поступок? Процессально. Вот если смотреть с точки зрения законодательства, это поступок неосмысленный, потому что на настоящий момент по делам идет следствие, а омбудсмен в ход следствия и тем более в ход... Он не имеет права влиять на решение суда, он не имеет права вмешиваться в деятельность следователей суда. У нас следствие и суд должны быть независимы от политики и от бизнеса. В этом гарантия объективности. Вот после того, как будут какие-то решения, тогда давайте выступать с апелляциями, тогда обращаться к омбудсмену. Сегодня предмета, скажем так, нет. То есть, избрана мера пресечения. Да? Ведется уголовное дело. Да? Ведется. То есть, есть сбор доказательств. И вот эти попытки засветить крупные авторитеты, они, извините, могут быть трактованы тем же судом, как попытку влиять на этот самый объективный, непредвзятый суд. Ну, конечно, это попытка повлиять. Само собой. Во-первых, эта попытка процессуально неправильная, во-вторых, она не возымеет эффекта, как я думаю. А какая правильная была бы попытка? Правильная попытка была бы дождаться окончания следствия. Ознакомиться с материалами дела, и тогда уже действовать. Ну, подожди, большому количеству граждан не запрещается выходить на улицы и поддерживать того же Навального, например? Почему мы же не говорим, подождите, там, для суда? Они выходят и выражают свою позицию. Нет, если выразить позицию, то это абсолютно понятно и правильно. Просто процессуально это абсолютно вне правовой базы. Хорошо, значит, 25-го числа состоится засчитание ОСС, там будет Сергей Солодовников, он выступит со своим годовым отчетом перед депутатами ЗАГС Собрания. Все вопросы будут сняты после него. Вот буквально минуту тебе даю на этот ответ. Какие вопросы? Вопросы к Солодовникову, которые ты говоришь, будут заданы. Я думаю, что вопросы все равно останутся, потому что, понимаете, там, Сергей Александрович в своей деятельности, он должен, и он говорит об этом, там, я служу президенту, я служу государством, я защищаю государственную политику. Нравится это кому-то или нет, вопросы могут остаться, но на многие из них, я думаю, он ответит. Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Напоминаю, что у нас в эфире Роман Титов, руководитель медиахолдинга ВИАТ-Инфо, и мы слушаем его «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, и мой собеседник Роман Титов, руководитель медиахолдинга ВИАТ-Инфо. Ну, вот мы вчера с тобой были на, не знаю, как это назвать, заседания, собрания. На всегородском редакционном хурале. Всегородской редакционный хурал, который возглавлял глава города Владимир Васильевич Быков, Яна Страузова нас всех туда позвала. Позвала действительно абсолютно всех. Я-то там была впервые, как главный редактор, который работает в этой должности полгода лишь. Поэтому я тебя в перерыве спросила, как часто происходят, собственно, такие собрания, потому что для меня это было интересно, как минимум. Я там увидела не только Владимира Васильевича, которого я регулярно встречаю, но некоторых тех редакторов, которых не ожидал там увидеть. Я там видела Николая Гуликова. Николай Гуликов сидел в уголке мрачной тенью. Он сам удивился, что его позвали и даже не понял, зачем, собственно говоря. Но вот эти встречи, на мой взгляд, могли бы стать полезными, если бы они были с более-менее какой-то там периодичностью такой, не раз в год, например. Ну, вы просто юный, молодой редактор. На самом деле, встречи эти проводятся раза два в год точно. Я помню, что последняя из них, она была как раз связана с презентацией вот этого вот видеоролика, который сейчас ходит в сети ВКонтакте с названием «Вятка Майами», где были презентованы некие планы развития городской среды, то есть там стадион «Динамо» заменяется городской площадью, вместо вересников всплывают там стадионы, а в оврагах засора возникают спорткомплексы, там многоярусные автостоянки, мосты, пересекающие эти овраги. Городская власть регулярно встречается, ну, как регулярно, с периодичностью два раза в год, по меньшей мере встречается с главными редакторами. Обычно всегда объявляется некий журналистский конкурс, там и бывают тут некие фишечки. Это те встречи, которые необходимы прессе и главам города? Мне сложно оценить, но вчера, во всяком случае, была такая достаточно оживленная по теме, которая была заявлена, то есть по теме развития городской среды, кюблей, городу, были несколько оживленные вопросы от редакторов, то есть, видимо, там у кого-то даже наболело. Ну и Владимир Васильевич там давал встречную подачу, там, сделав замечание отдельным средством массовой информации. Это Олегу Пахаренко досталось? Да, будем точными, Олегу Пахаренко мы даже знаем за что. И самая живая реакция как раз была на это замечание, я думаю, что это самый яркий пиар Владимира Васильевича в этом году был. То, что произошло в бизнес-новостях, как это все прошло. Да, просто напомню, если кто не в курсе, в бизнес-новостях перепутали одного Владимира Быкова с другим Владимиром Быковым. Мы потом еще добавили. И об этом все очень долго говорили, говорят до сих пор. Что может быть ярче этого пиара? Но на самом деле концепцию развития городских парков и скверов и вообще то, что будет с городом Кировым, обсуждают каждый год. Вот на ее полюсе запустили очередное голосование, там список из 53 малых архитектурных форм, и мы вот как раз с Натальей Осиповой начинали это обсуждать. Ну не успели, очень жаль, да, она культуролог, и могла бы как-то более глубоко это оценить. Но я думаю, что тебе это тоже довольно близко, как человеку с хорошим вкусом и чувством юбора. Ты зачитал этот список? Как тебе нравится? Я остановился после того, как я нашел идею, которую я в свое время выдвигал, ну на сей раз она выдвинута другим человеком, там не суть. Просто я остановился, потому что дальше читать этот поток коллективного бессознательного я просто не смог. То есть я нашел там вот то, что мне близко, и остановился. То есть это идея по установке памятника отцам-основателям города, то есть ушкуйникам, которые в свое время там вятку и основали. И в честь которых, в честь ушкуйника, в честь хлынов, там город получил одно из своих имен, город хлынов. На мой взгляд, было бы правильно зафиксировать в городской среде некую дань уважения тем людям, которые этот город основали. Потому что у нас на улице города много памятников тем людям, которые к городу нашему имеют отношение весьма посредственное, а то и вовсе в нем не бывали, людям, пусть безымянным, пусть это будут просто такие фигуры, олицетворяющие собой некий архетип этих ушкуйников, но эти люди создали наш город. Я думаю, что лучшее место для восстановки такой фигуры, это была бы как раз там где-то набережная. Всех этот на набережную. Ну, потому что набережная на сегодняшний момент, это единственная в городе такая знаковая точка притяжения. Вот, почитайте там в социальных сетях, там кто-нибудь заполняет какую-нибудь анкету и пишет, там любое место в городе, с вероятностью процентов 90 это будет либо Александровский сад, либо набережная. Вот так получается. Вот, поэтому я за ушкуйников. Единственное, я считаю, что эта скульптура точно не должна устанавливаться в муниципальный счет, но должна устанавливаться на деньги инициативных групп. Извините, против инвестиций в городскую среду, там вот мощений, там скульптур и прочее, потому что мы с вами в начале передачи говорили о нерешенных проблемах в городском хозяйстве, да, там тоже обновление основных фондов, там транспортников, там приобретение новых автобусов, которые там могут ездить по нашим улицам и не ломаться, там 7 лет, к примеру. И когда там одни говорят, что у них нет денег, а другая рука этой же организации, там организует городскую среду, там, ну извините, есть такое понятие, там пирамида Маслоу, да, там вот есть базовая потребность, только когда базовые потребности удовлетворены, идут потребности основные. Вот базовая потребность это, извините, транспортное обслуживание населения. После этого можно говорить о воротах города, об установке каких-то там осносий или установке каких-то архитектурных там элементов. Но давайте мы решим вначале одно, пусть мы там будем жить чуть более чумаза, зато мы будем ездить на хорошем общественном транспорте. Ты думаешь? Я думаю. А может быть наоборот, вот люди, которые об этом постоянно говорят, а все время вбросы есть в эфир, да, можно сказать, в информационное поле, а давайте вот здесь построим это, а давайте нарисуем красивый плакат, а вот построим огромные ворота города, и люди заживут лучше, интереснее. Может быть дороги не так и важны? Еще раз. Может быть и тарифы не так и важны? Не городская власть должна оплачивать эти удовольствия. Это задача меценатов, это задача как раз там бизнес-сообщества, это их способ увековечить себя в веках. Сходите в старые церкви, посмотрите, там во многих есть таблички, на чьи средства эти церкви в свое время были построены. Это же тоже были элементы городской среды в 19-м, 18-м, 17-м веках. Люди вкладывались, строили. А когда ты идешь по городу и видишь, что перед предприятием в принципе солидным, асфальт раздолбан, и никто не ухаживает вот за этой городской средой. Это странно. В то же время, когда идешь мимо неких предприятий малого бизнеса, которые, ну вот они вот не светятся, вот некрупная плиточка уложена, цветочки посажены. Это же не их земля, но они за ней ухаживают. Я не против вот этих замечательных вещей. Я против того, чтобы они делались на средства города. Ну, кстати говоря, в пресловутую Белоруссию, о которой мы часто говорим, там давным-давно существует традиция, когда объявляется этот же день города, и каждому дню города малые, крупные, любые предприятия обязаны просто привести территорию, которая прилегает к этому предприятию, не просто там в порядок, то есть подмести, почистить, уложить плиточку. Они соревнуются в формах клумб, в тех же самых малых архитектурных формах, и таким образом, собственно, реализуется план из всех 53, например, там, пунктов, которые сейчас выводят. Отлично, если у нас город администрация объявит конкурс на лучшую клумбу, на лучший собор предприятия, извините, на оформление, на городскую скульптуру установлен предприятием. Ведь есть много таких фишек, которые эти предприятия могут установить и сделать, потому что есть там городская легенда о том, что знаменитые кирзовые сапоги были там впервые изобретены и сделаны в городе Кирове. Хоть завод из Коши отрицает там, но скульптура кирзового сапога украсила бы городскую среду. Да? Конечно, то есть это фишка города, в которой люди бы ходили фотографироваться, как к вот этой знаменитой пермской надписи вдоль набережной, у которой фотографии, или вот скульптура пермика, там, соленые уши, там, вот такие с ушками. Ну, может быть, может быть. Под конец, все-таки, и в догонку этой теме, которую мы с тобой поднимаем, концепция развития городских парков и скверов администрации города на расширенном заседании рабочей группы, обсудили. Задача городских властей – комплексно подойти к благоустройству разных частей города. Это мы понимаем. Так и она и обозначена. Ну, вот блогеры пишут о том, что на этом собрании, на этом заседании рабочей группы не были подняты самые важные вопросы. Будет ли принят документ, запрещающий снос парков и скверов под различные цели? Будет ли обеспечено полноценное финансирование развития зеленого хозяйства города в каких объемах? Да, такие серьезные вещи, как, каким образом планируется доводить обеспеченность граждан зелеными насаждениями общего пользования до предусмотренного генплана? То есть у нас сейчас 6,1 квадратный метр на человека, должно быть 16. Ну и другие вопросы, которые, как кажется, вот они самые важные. А получается разрыв коммуникации, потому что проходит... Мы же вчера это с вами услышали на заседании хурала, собственно говоря, когда руководители СМИ задавали вопросы, а мы даже не знаем, извините, когда происходят заседания рабочих групп, то есть на УЗС все прозрачно. У них на сайте выложено, когда заседает рабочая группа, какая повестка дня вносится. А у города это вот такое все в тени. Там вчера решили по электронной почте высылать. Сегодня даже журналисты вынуждены додумывать, где там что прошло, и там по информаторам, по сообщениям инициативным определять. А город потом обижается. Обижается. Что мы додумываем. И блогеры пишут про это, потому что они не могут никак повлиять на принятие решений. Их же никто не позвал на эту рабочую группу, а их совет мог быть там важным. И получается, что там за закрытыми дверями, или за полуоткрытыми, или за открытыми без уведомления заинтересованных лиц, принимаются какие-то важные решения по развитию городского хозяйства. Конечно, это вызывает недоумение, это вызывает вопросы. Эти вопросы могли бы, я думаю, быть заданы там, вот на этих рабочих группах, если бы общественность имела к ним некий доступ. А общественность, в первую очередь, все-таки кто должен представлять? Потому что мы тут видели... Хотя бы члены общественной палаты Кировской области. Да. У нас же один из драйверов вот этой изменений в городе, там, человек, который периодически пробрасывает интересные для городской среды идеи, это Николай Пихтина, член общественной палаты. Да. Как минимум, такие люди. Я думаю, сейчас найдется огромное количество людей, которые забросают тебя камнями и скажут, тоже мне привел общественную палату, как выразитель общественного мнения. Хотите, приходите. Общественные палаты и другие, хотите, приходите. Хотите, выражайте. Да? Да, конечно. То есть эти важные решения должны приниматься публично, как мне кажется, потому что парк, он не просто города, он каждого из нас. И хочется видеть подтверждение дела, потому что мы говорим сегодня о некой там городской среде и развитии парков, но мы видели, как был вырублен парк у Алых Парусов, как был кусочки откушены от Парка Победы. А все потому, что нет все эти вещи, о которых мы говорим, о каких-то скульптурах, о каких-то парках, о фотографиях непонятных, о социальных роликах, которые показывают, каким на чей-то взгляд может быть город Кира. А все, наверное, от того, что отсутствует концепция развития этого города. И когда мы говорим об идентичности вятской, то никто себе не представляет, собственно говоря, о чем мы говорим. Парка – это все, извините, набор. Это как крупа, разбросная по столу. То есть, чтобы сварить кашу, эту крупу надо собрать. А в итоге получается так, что это набор разрозненных, не связанных с другом, единой концепцией. Кто должен собрать? Инициатив. Ну, извините, мне кажется, собрать должен город. То есть? То есть? Город – это и ты, и я, и наш сосед, и Владимир Васильевич, и Никита Юрьевич. А площадку под это должна дать городская администрация, как мне кажется. Вот некую дискуссиону. Она же есть формально. Там видишь городские собрания, да? Вопрос в том, кто на них ходит, кто на них появляется, и кто про них знает. И влияет ли решение этих городских собраний на реальную деятельность городской администрации? А мы видели, вот буквально сегодня смотрели на Ютьюбе, «Вятка Тудэ» ребята с первого городского канала сделали сюжет о таком собрании. Ты не видел? Нет. Я тебе ссылку пошлю. Как они проходят? Вот, наверное, хороший показатель того, как обсуждаются эти дела. То есть, вот вчерашнее, кстати говоря, наше заседание, наше Урал, о котором мы еще расскажем, под заново сейчас мы уходим, оно как раз показало, что да, действительно, рабочая группа должна создаваться, и она должна создаваться из профессионалов в первую очередь, которые уже могут привлекать, наверное, общественность для подробного обсуждения какого-то конкретного. И представители СМИ, как-то звучало вчера. Обязательно представители СМИ. Потому что мы с вами такие же точно представители общественности со своим мнением, но мы горожане. Кроме того, СМИ предоставляют свои площадки. Вот Эхо Москвы в моем лице сейчас заявляет, что площадка для такой рабочей группы, если она будет по городской среде, по идентичности «Вятки», по всему, что будет вокруг этого строиться, пожалуйста, предоставляйте эту площадку. Если будет создана профессиональная рабочая группа, то мы будем делать такие программы и вносить это на всеобщее обозрение. Закончила я твоя особая введя, да? Ну, отлично, я солидарен с каждой мыслью. И я думаю, что чем больше будет таких дискуссионных площадок, и чем больше к ним власть будет прислушаться, потому что мы с вами можем обсуждать на кухнях, в Йополисах, в студиях Эхо Москвы, сколько угодно. Но если будет обратная связь, если будут решения, основанные на общественных инициативах, а не просто «Спасибо вам за ваше мнение, мы были рады вас слышать», тогда будет эффект. Тогда будет сопричастность каждого к развитию этой городской среды. А пока мы наблюдаем некую деятельность, к которой не можем никак приложиться. Это плохо. Это есть разрыв каждого из нас с той деятельностью, которая для нас, для каждого важна. Это наш город. Мы в нем живем, мы выбираем в нем власть, мы платим здесь налоги, и мы хотим участвовать в ее развитии. Дайте нам возможность реально влиять. Не раз в 4-5-6 лет, голосуя на выборах депутатов, а влиять постоянно. Спасибо. Это было особое мнение Романа Титова, главы медиахолдинга «Авиат-Инфо» Светлана Занько. Спасибо. До свидания. До свидания.